здравствуйте дорогие друзья вас приветствую программе хлеб на каждый день я хочу задать вопрос как вы относитесь к тому когда вас говорят люди понятно наверное будет еще встречный вопрос а говорят хорошо или плохо я думаю что и то и другое меня интересует но интересует не для того чтобы вы могли в комментариях это все описывать а для себя лично задайте вопрос как я к этому отношусь потому что апостол павел когда-то мог сказать я научился жить при порицаниях и похвалах значит и то и другое может быть для нас ловушкой или искушением тогда когда человек чувствует себя уже очень на высокой позиции и не досягаем для каких-то коррекций я сейчас не говорю о том что каждому надо это делать потому что вы знаете иногда люди которые сами достигли может быть какую-то часть и может быть не так много но зато готовы показывать и уговорить другим что делать поэтому не об этом речь если вас не спрашивали быть советником если вас не спрашивали быть может быть экспедитором или каким-то еще навигатором для жизни то не надо лезть в эти судьбы но если у вас есть откровение от бога и вы задаете богу вопрос как мне это сказать а уж если у тебя у вас есть еще и помазание как тогда пророк нафан получил слово для царя и он это облег притчу и смог поднести так царю с таким почтением что царь сам себе вынес приговор поэтому если есть призвание нести в жизнь другого человека какую-то коррекцию то у тебя будет и мудрость как это сделать если же этого призвания нет а у тебя есть просто расхлябанный язык у тебя есть необузданность в твоих эмоциях то тогда себе в своей жизни ты много наломаешь дров и другим вот это очень разные так скажем позиции хотя вроде бы одно и то же дело поэтому я не могу здесь сказать вот это мы никогда не делаем а вот это мы делаем всегда нет мы делаем и то и другое что нам поручает бог но то чего не поручил давайте мы к этому отнесемся соответственно с таким подходом что я не буду на себя брать больше чем мне бог дает поэтому не будьте экспертами для всех которых вы можете обсудить и обсуждать очень сильно и много но вопрос остается повестки дня как я отношусь к тому когда про меня говорят хоть положительное хоть отрицательное потому что здесь мы слышим или читаем у давида 13 стих а мне толкует сидящий у ворот и поют в песнях пьющее вино две категории людей он взял одна категория это позиция власти сидящий у ворот это те которые управляли городами они наблюдали за входящими выходящими у них была задача сейчас здесь обсудить какие-то вопросы как веча свое время на площади да вот то что делали люди которые были у ворот и обо мне толкует сидящий у ворот то есть он настолько уже стал популярен и известен что начальствующие не могут его обойти стороной им надо о нем говорить хорошо это для давида или нет он сейчас просто даже этой печали когда его душа в посте он с богом говорит обо мне толкует вот те которые сидят у ворот тех у которых есть позиции определенной власти но и пьющее вино поют песни а это еще одна категория людей может быть где-то беспечных может быть где-то уже зараженных те которые сейчас в каких-то обществах не совсем трезвых и они тоже обо мне говорят поэтому посмотрите как может это вилка или вот этот расклад быть такой очень большой от низкого к высокому от высокого к низкому но говорить могут и скорее всего о живых то будут говорить а уж тем более о людях которые неординарно могут действовать у которых есть посвящение потому что в данном случае давид а себе это говорит я-то посвятил себя тебе и ради храма твоего ради того что я хочу и посвящаю себя на эти высокие цели меня поносит то я хочу сказать друзья дьявол всегда будет поносить того у кого высокие цели он не может терпеть тех кто врывается в божьем призвании вперед почему во первых потому что он не оригинален во вторых он завислив и в третьих он на высоты подняться не может у него как змеи на высоты не заползают так и на божью высоту у него нет права чтобы там мешать человеку только если бог позволит как это мы знаем про его и все поэтому я хочу друзья сказать чем выше и дальше ты будешь идти тем больше про тебя могут говорить разные речи но пусть никогда это не остановит тебя в призвании и меня и тебя и всех нас небесный отец я благодарю тебя что мы можем сейчас отдать тебе все кто толкует о нас у ворот все кто может быть пьяных речах вспоминает или песнях прости господь когда люди делают не то что ты им поручаешь но мы сейчас молимся перед тобой чтобы всякая нетрезвость не только физическая но и духовная кто заблудился сегодня в своих даяниях или дарах которые называют божьим то что божьим никогда не было прости за это господь что люди так легко туда попадаются и сейчас я благословляю тебя все в своей жизни в жизни тех людей с кем мы сейчас на связи и молюсь за тех кто берет на себя полномочия которых ты не давал выйди им навстречу и сам обсуди эти темы да будет так во имя иисуса христа аминь всего доброго до новых встреч до свидания аминь